В этом видео вы увидите, летательный аппарат будущего разработали сибирские ученые. Сибирские ученые смогли запустить необычный летательный аппарат. В воздух машину поднимают не пропеллеры, а боковые воздушные колеса. Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Андреал. И добро пожаловать на канал запрещенных технологий. И сегодня мы посмотрим, летательный аппарат будущего разработали ученые из Сибири. Ну что, друзья, вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии. И скидывайте интересные видео в комментариях. А мы будем смотреть новые разработки наших ученых. Сейчас мы посмотрим, друзья, опять-таки отрывок репортажа про вот такой странный, новый, интересный летательный аппарат. Но сразу же стоит понять, ребята, что, скорее всего, подобные технологии опять будут не допущены в производство. Вы сейчас дальше увидите, что это действительно опытный образец, который действительно летает и работает. Но самое интересное, что он реально сделан. То есть это не просто где-то сфантазировано нарисован какой-то чертеж, а действительно рабочая технология. Но по классике, скорее всего, это либо запретят, либо это просто не появится в продаже и производстве. Ладно, смотрим ролик. Сибирские ученые смогли запустить необычный летательный аппарат. В воздух машину поднимают не пропеллеры, а боковые воздушные колеса. Испытания циклолета, так назвали его сибиряки, прошли сразу в двух регионах – Новосибирске и Красноярске. Разработкой наших ученых уже заинтересовались в МЧС. Аппарат будущего, так уже назвали новую машину – разработка сибирских ученых. На этих кадрах долгожданный полет. С первого взгляда больше напоминает увеличенный в десятки раз квадрокоптер. Реальное название – циклолет. В отличие от того же вертолета, беспилотник, в воздух поднимают не винты, а роторные барабаны с боковыми циклическими движителями. И причем, друзья, посмотрите, действительно тут интересно в том, что аппарат, он необычный. То есть он летает не просто так, а здесь используются роторные барабанные двигатели. Ну то есть работает как барабан, и это весьма-весьма ново, я вам скажу. То есть подобные технологии действительно нужно развивать, но, к сожалению, наверное, этого не случится. За один оборот лопасть меняет угол установки относительно потока. Тем самым она формирует струю, и эта струя поднимает наш аппарат в воздух. Здесь, в лабораториях Института диплофизики в Новосибирске, сначала спроектировали трехмерную модель на компьютере, собрали и провели испытания коллеги-ученые в Красноярске. Соместную работу вели больше года. Преимуществом является то, что с увеличением скорости у него до определенной скорости растет эффективность, что, в общем-то, не свойственно другим аппаратам других классов. Чем быстрее он летит, он потребляет меньше энергии. Аппарат может взлетать и садиться на вертикальные поверхности, неподготовленные заранее к полетам, бесшумные и экономичные. Физики совершенствуют машину. В Новосибирской лаборатории для этого работает специальная установка. Отсюда подается дым. Он подается сюда, здесь распределяется поток, выравнивается, и дальше он по тракту сюда идет и набегает на лопасть. В планах сибирских ученых увеличить массу летательной машины. 60 килограммов до 2 тонн. Уже рассчитали, сможет перевозить 6 пассажиров или груз больше полутонны. Начать разработку грузового и пассажирского циклолета ученые планируют уже этим летом. Возможно, совсем скоро мы будем пользоваться аэротакси с воздушными колесами, как в известной картине Люка Бессона. Тогда нам казалось, что это на уровне фантастики. Сегодня ученые дают реальные прогнозы. Ну что, друзья, вот такой небольшой ролик. Решил поделиться с вами, посмотреть, показать вам. В общем, пишите комментарии, делайте репосты, отправляйте друзьям и присылайте интересные видео мне в комментариях. На этом все. Увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok